Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Коротко об основных темах выпуска. Импортозамещение в космическом масштабе. К июню на земной орбите заработает группировка из трех самарских спутников. Их профессия не самая романтичная, зато нужная. В Самарской области подвели итоги конкурса «Профессионал года ЖКХ». Аналогов нет в России. В декабре в Самаре появится уникальный медицинский центр для лечения людей с болезнями почек. Самарские пенсионеры не будут платить за капремонт многоквартирных домов. В областном правительстве разработали соответствующий законопроект. Он предусматривает компенсацию выплат в размере 50% неработающим собственникам жилья, которым исполнилось 70 лет. Тем же, кому за 80 лет платежи возместят полностью. Выплаты будут производиться за счет региональной казны. Несмотря на дополнительную нагрузку на областной бюджет, на мой взгляд, это правильное решение, которое позволит восстановить социальную справедливость и оказать дополнительную государственную поддержку людям старше 70 лет. Тем временем в Самарской области по программе капитального ремонта привели в порядок более тысячи домов. Заменены крыши, инженерные системы, отреставрированы фасады. Довольны ли жители качеством ремонта, выяснила Лариса Шалафаст. Абсолютно все новое здесь. Все новое. Вода с таким шумом убегает. Просто замечательно. Новым трубом в квартире Ольга Филимонова не нарадуется. В доме дореволюционной постройки она живет больше 50 лет. Здесь всегда были холодные батареи. Теперь проблем нет. Канализация работает, водопровод работает, отопление работает. Трубы обновили не только в квартирах, но и в подъезде. Чтобы заменить все инженерные системы, строителям пришлось скрыть стены и полы. После ремонта в качестве бонуса сделали в подъезде ремонт. За свой счет мы произвели восстановительные работы. Мы закрыли все стояки канализационные и отопление восстановили, покрасили полы. Потому что жильцы хорошие, хороший дом. И жильцы относились к нашей бригаде хорошо. Даже чаем угощали. В доме на Садовой 247 обновили фасад. Зданию больше 70 лет. Все привели в порядок за два месяца. Сделали гидроизоляцию балконов, заменили водосточные трубы и укрепили балконные плиты. Отштукатурили и покрасили. В рамках программы капитального ремонта в области уже отремонтировали больше тысячи домов. Порядка 400 из них в Самаре. Лариса Шалафаст, Станислав Левин. События. Самарская область вошла в тройку лидеров в области государственно-частного партнерства. Это произошло во многом благодаря строительству нового уронифрологического корпуса при больнице Середавина. Реализацией этого проекта занимается частный инвестор. Но кадрово и инфраструктурно этот объект полностью интегрирован в государственное медицинское учреждение. О новом опыте репортаж Инессы Панченко. Три этажа за три месяца. Новое здание возводят ударными темпами. Что, конечно, напрямую зависит от финансирования, в данном случае частного. Увеличивать стоимость проекта инвестору невыгодно. И все этапы выполняются строго по графику. Самое сложное было это начинать с зимний период. Так как производились земляные работы, фундаменты и монолитные конструкции. Работа шла в две смены. И на сегодняшний этап вы видите, что мы идем немного с опережением графика. Приблизительно две недели экономии. Новый уронефрологический центр претендует на уникальность. Его строят по индивидуальному авторскому проекту. Он разрабатывался с учетом рекомендаций медицинских специалистов. Здесь будет стационар на 20 мест, что крайне редко для аналогичных учреждений. Для больных с гепатитом и ВИЧ отдельные блоки. Треть здания займет современная станция переливания крови. С главным корпусом центр соединит специальный переход. 48 аппаратов искусственной почки будут работать в три смены. Это около 130 пациентов в день. Текущей мощности больницы Середаевна 24 аппарата. Работает в четыре смены. Сохраняется очередность. Несмотря на то, что сейчас инфраструктура не очень может быть хороша в больнице Середаевна. Но врачи очень хорошие. Поэтому пациенты сюда стремятся. И мы сделаем так, чтобы хорошим врачам появилась хорошая инфраструктура, хорошее оборудование, комфортные условия. Инвестор будет обслуживать работу центра в течение 15 лет. После этого имущество перейдет в собственность области. Здание сдадут в эксплуатацию в декабре этого года. Сам центр начнет работу уже в начале следующего. Сегодня примерно 1100 жителям области необходимо внепочечное очищение крови. Новое учреждение для них – это улучшение качества и увеличение продолжительности жизни. Инесса Панченко, Константин Головин. События. Импортозамещение космических масштабов к июню на земной орбите заработает группировка из трех самарских спутников серии «Ресурс-П». В российской космонавтике это первый подобный опыт. Сейчас в систему входят два космических аппарата производства РКЦ «Прогресс». Третий ресурс запустили в марте этого года. Пока он работает в тестовом режиме, но уже дает очень качественные снимки. Существующая группировка позволяет вести съемку поверхности Земли в круглосуточном режиме. Информация, которую передают спутники, используется в сельском, лесном и водном хозяйстве. Она помогает составлять карты и мониторить районы чрезвычайных ситуаций. Без космической информации из самарских спутников сегодня не могут обойтись около 200 российских ведомств и министерств. В 2018-19 годах группировка аппаратов планируется увеличить до пяти. Это позволит полностью отказаться от дорогостоящих данных с иностранных аппаратов. До последнего момента действительно в приоритете были импортные иностранные спутники, которые давали необходимое качество. Сейчас запущено несколько спутников, которые произведены здесь у нас в Самаре. Они дают великолепную картинку потрясающего качества. Третий аппарат и заказанный уже четвертый и пятый аппарат все ждут более масштабной группировки с тем, чтобы действительно обеспечить все потребности России в этом информационном потоке из космоса. Лучший сантехник, лучший дворник и сварщик работают в Самаре. В регионе выбрали лучших работников в сфере ЖКХ. Конкурс проводится уже в четвертый раз. В этом году заявки на участие подали 100 человек. С одной из победительниц в номинации лучший работник тепловых сетей встретилась Лариса Шалафаст. Постоянный шум и температура по 30 градусов. Святая святых теплового пункта работают только профессионалы. С лесарем на заводе Лидия Алексеевна Ладина трудится больше 20 лет. Именно она следит за подачей горячей воды и отопления в цеха большого предприятия. Профессия не женская, скажут многие, а ей нравится, говорит тепловой пункт в сердце предприятия. Ответственность у нас большая, потому что если вдруг какая-то аварийная ситуация, парни подадим в воду, брак и вообще завод останется. Весь, останется завод просто-напросто. Теперь Лидия Алексеевна носит звание лучший работник тепловых сетей. В конкурсе профмастерства она обошла всех соперников на 10 баллов. Этот конкурс проводится по инициативе губернатора уже в четвертый раз. Ежегодно его участниками становятся самые достойные работники отрасли. Их передовой опыт повышает престиж рабочих профессий. Лучший дворник, лучший слесарь, лучший электросварщик. Всего в конкурсе 6 номинаций. Критерии оценки разные. Рассматривался и стаж работы, и какие-то профессиональные качества. В этом году мы впервые запросили от номинантов истории из жизни на тему, как я стал работником ЖКХ. Очень много интересных историй оказалось. И оказалось, что люди работают действительно профессионалы, неравнодушные. В этом году за звание лучшего работника боролись 100 человек. Скоро всех победителей конкурса «Профессионал года» в сфере ЖКХ ждет торжественная церемония награждения. Лариса Шалафаст, Алексей Золотенков. События. Чистоту дорогам Красноглинского района. Улицы трех поселков, мехзавод, управленческий и Красная Глинка готовят к помывке шампуня. Но сначала с них убирают всю пыль и мусор, которые скопились после зимы. Подробности расскажет Марина Матвейшина. Передвижной локальный дождь идет по улице Крайней. Поливальная машина маленьким напором воды как бы сбрызгивает дорогу, чтобы прибить пыль. За ней идет трактор, который направленным движением щетки сбивает получившуюся грязь к бордюру. Рабочим остается только лопатами сформировать аккуратные кучки и отправить их в ковш погрузчика. Такая отлаженная система позволяет собрать всю пыль, не подняв ее в воздух, и ускорить процесс уборки. Но зачастую автовладельцы замедляют работу. Когда мы работаем, нам очень мешают припаркованные машины. Приходится объезжать очень аккуратно, чтобы не задеть их. И просьба, чтобы убирали машины. Рабочие бригады компании «Сафари Самара» работают круглосуточно. Днем они убирают улицы, а ночью делают ямочный ремонт дорог. Компания обслуживает Красноглинский район. Весенние работы здесь традиционно начинаются позже всех. Красноглинский район, как вы видите, он отдаленный. И здесь он более такой северный от Самары находится. Поэтому здесь весна приходит намного позже, чем в городе. Сход снега, задержка схода снега идет. Таяние снега помедленнее, чем в городе. Улицы поселка Красная Глинка уже все готовы к помывке шампунем. Наполовину готовы дороги мехзавода и управленческого. Марина Матвеевшина, Константин Головин. События. Чистота города зависит от всех и каждого. Считанные дни остаются до первого этапа масштабного общегородского субботника, который запланирован на 16 апреля. Второй этап состоится 23 числа. Помимо службы городского хозяйства, участие в субботнике примут все неравнодушные жители Самары. А также сотрудники различных организаций, объектов потребительского рынка и крупных промышленных предприятий. В подготовке к большой чистке они уже проводят так называемые средники. Очередной прошел сегодня. Сотрудники торгового центра на московском шоссе привозили в порядок прилегающую к зданию территорию. Собирали мусор, выметали пыль от бордюров, очищали газоны от старой листвы и белели стволы деревьев. По словам руководства торгового центра, это создает положительный имидж не только их компании, но и всего города. Мы осуществляем по взаимодействию с администрацией промышленного района так называемый средник. Мы располагаемся на основной магистрали города, московское шоссе, и делаем это для всех жителей города. Мы жители города и должны ответственно подходить к этому вопросу каждый из нас. Раскрасить в разные цвета. Главный архитектор Самары предложил именно так отколорировать пешеходные ограждения в каждом из девяти районов губернской столицы. Как коммунальщики справляются с этой задачей, увидел Сергей Кизоркин. Самара полным ходом готовится к лету. Ежедневно с городских дорог убирают мусор, приводят в порядок и ограждения на перекрестках. Первым делом их отмывают обычной водой от грязи и копоти, а потом зачищают и красят. Главный архитектор Самары для каждого района города определил свой цвет пешеходных ограждений. В Октябрьском он голубой. К дорогам особое внимание. Их пылесосят и моют шампунями. В настоящий момент из почти 800 улиц, подлежащих мойке, 155 уже сданы, и работа по мойке они начата. Шампунь его надо после нанесения в течение часа смывать. Он должен уходить. Поэтому шампунь, если будет использоваться, то только на новых дорогах, которые отремонтируем. Улицы приводят в порядок целый парк спецтехники. Вакуумно-подметальных машин 19, 14 поливомоечных. С каждым днем их будет больше. Все зависит от скорости уборки крупного мусора. Всего под кисть коммунальных художников попадет 45 тысяч километров пешеходных ограждений. Сейчас, конечно, занимаются городом, что очень приятно. И наши отношения самые положительные. В Самару коммунальщики планируют очистить от пыли и грязи к майским праздникам. Но уже первые глобальные изменения будут видны к общегородскому субботнику 23 апреля. Сергей Кизоркин, Дмитрий Мешканцов. События. Обнаружить и исправить недостатки. В Самаре продолжается работа по составлению дефектных ведомостей. Инспекторы ГАТИ и специалисты районных отделов благоустройства выписывают предписания управляющим компаниям и собственникам, которые не следят за внешним видом домов. Граффити и незаконные рекламы не должны портить облик города. Рейды проходят в рамках месячника. Вместе с комиссией по Ленинскому району прогулялась Марьяна Мирная. Почти половина домов в Ленинском районе уже проверены. Представители ГАТИ и администрации районов ежедневно выходят с инспекцией. И так по всему городу. На граффити расклейка незаконных объявлений рекламы. Постоянно выписываются предписания управляющим компаниям для проведения фасадов на лежащее состояние. А также проводятся работы по выявлению не только граффити, но и объектов потребительского рынка, которые незаконно вешают рекламу на дома. Фасады, заборы, ограждения – все, что в первую очередь попадается на глаза, должно выглядеть прилично. Внешний облик Самары – это то, что в первую очередь увидят гости города, приехавшие на чемпионат мира по футболу. Раньше дефектные ведомости составляли только сотрудники ГАТИ. Теперь, чтобы усилить работу, к ним присоединились представители районов. А также активные жители Самары указывают на недостатки. Смотрим на пиловку деревьев, на дефект тротуарной плитки или асфальтового покрытия. Также всего внешнего облика города – это и столбы, и деревья, газоны. Все включает в себя эта дефектовка. По поручению главы города Олега Фурсова, работу по составлению дефектовок должны завершить уже на следующей неделе. После чего районные администрации, управляющие компанией и собственники приступят к устранению нарушений. На тех, кто будет задерживать эту работу или уклоняться от ее выполнения, будут наложены штрафы. Марьяна Мирная, Максим Гусев, События. А теперь коротко о других темах дня. Завершено расследование нового уголовного дела в отношении бывшего заместителя руководителя Департамента управления имуществом Самары Вадима Кужилина. Уже осужденному на 8 лет за махинации с муниципальным жильем, их с чиновнику вменяют 12 эпизодов мошенничества на 32 миллиона рублей. Уголовное дело направлено в суд. Отделался штрафом. Суд Ленинского района Самары вынес решение по делу уроженца Таджикистана, проживающего в Самаре, который пытался обманом получить деньги от своего земляка. Он обещал оказать содействие в получении квоты на временное проживание в России гражданину Таджикистана. Сумма сделки составила 20 тысяч рублей. Исполнять обещанное он не собирался, тем не менее деньги взял, после чего был задержан сотрудниками управления ФСБ. Свою вину подсудимый признал. Суд приговорил его к штрафу в 80 тысяч рублей. Распределение мест в детских садах на новый учебный год стартует 16 мая. Для успешного проведения процедуры родителям рекомендуют проверить данные, указанные в заявлении в автоматизированной информационной системе на сайте. В случае обнаружения неточности и утративших силу сведений, граждане могут обратиться к руководителю любого из указанных в заявлении детских садов в приемные дни для внесения необходимых изменений. Стали известны подробности ДТП с участием двух школьниц на проспекте Карла Маркса. Водитель Фольксваген Джетто днем ехал по проспекту Карла Маркса со стороны Нововокзальной. Напротив дома номер 286 по проспекту Карла Маркса он сбил двух школьниц 9 и 10 лет. Они переходили проезжую часть в непредназначенном для этого месте. Девочек доставили в больницу Середавина с ушибами и подозрением на травму головы. Медики оказали необходимую помощь. Сейчас девочки находятся на амбулаторном лечении. Правозащитный совет Санкт-Петербурга рекомендовал экс-омбудсмена Самарской области Ирину Скупову на пост уполномоченного по правам человека России. Она названа в числе трех человек, которые, по мнению правозащитников, наиболее достойные кандидаты на столь важный пост, сообщает сайт Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ранее кресло федерального амбуцмена занимала Элла Памфилова, перешедшая в марте на пост председателя ЦИК России. Современная городская культура – это постоянный праздник, где житель не зритель, а участник. В Самаре представили концепцию проекта фестиваля набережных «Волгафест». На два дня вторая очередь превратится в творческую мастерскую, где можно будет создавать архитектурные формы, танцевать и запускать воздушных змеев. У организаторов фестиваля подробности узнала Марианна Мирная. «Волгафест» обещает принести гостям праздника впечатление, возможность прогуляться на набережной по-новому и получить знания о Самарском крае. Фестиваль набережных пройдет в Самаре уже во второй раз. В этом году гостей ждет кинолекторий под открытым небом, музыка, интерактивные программы, шоу воздушных змеев и регата. Организаторы праздника ждут, не дождутся, когда можно будет самим посетить площадки. Какие-то площадки еще до самого фестиваля начнут работать. Удобно архитектурная программа начнется открытыми мастерскими еще за неделю до фестиваля на набережных. Я вот лично с удовольствием бы поучаствовал. И потом, собственно, итогом этих мастерских может стать ряд новых объектов, которые будут на набережных функциональных или просто декоративных. Но это, мне кажется, очень классно, когда именно горожане участвуют в создании своей, собственно, среды своего города. Фестиваль получил поддержку губернатора Самарской области и Министерства культуры России. Современная городская культура – это новое веяние. Гость становится не просто наблюдателем, а непосредственным участником. В прошлом году этот же фестиваль, правда, с другим названием «Жемчужина на Волге», собрал больше 10 тысяч гостей. Летом 2016-го ожидается еще больше. Та концепция, которая сегодня была представлена, она подразумевает несколько иной подход. Это такая постоянно действующая интерактивная площадка, которая, по сути дела, зрители – это не только зрители, но и непосредственные участники действия. То есть это некие малые архитектурные формы и возможность поучаствовать в их создании. Это программа типа «Пермского чердака», которая в прошлом году была представлена, когда вся семья, дети, в первую очередь, вместе с родителями обязательно участвуют тоже в создании каких-то художественных, ну, условно говоря, художественных произведений. Предварительный фестиваль пройдет с 3 по 5 июня. Точные даты определят к середине мая. Тогда же появятся и путеводители, в которых можно будет найти расписание и карту площадок. Мариана Мирная, Григорий Плешаков, События. Чем сегодня живет Самара и для чего нужна реформа местного самоуправления? Теперь это знают даже школьники. Все интересующие вопросы ребята смогли задать сегодня на встрече с представителями городских и районных властей. Классные часы в рамках проекта «О тебе, моя Самара» проходят по всему городу по инициативе главы администрации Олега Фурсова. На одном из них побывала и Алина Чемерес. На открытый урок десятиклассница Вера Симыкина пришла подготовленной. Есть идеи, как сделать жизнь родного железнодорожного района лучше. В этом году в городе при каждом райсовете создается молодежный парламент. Вера готовится войти в его состав. Планирует создать молодежный клуб. Открытие такого центра позволило бы заняться школьникам более интересными вещами, которые помогли бы им в саморазвитии. И также это пропаганда спорта, пропаганда здорового образа жизни в первую же очередь. Кто они, почетные граждане Самары, что такое местное самоуправление, в чем туристическая привлекательность города? Открытый урок в 42-й школе проходит в рамках проекта «От тебе, моя Самара», который стартовал в этом году по инициативе главы города Олега Фурсова. На классных часах ребятам рассказывают о достижениях великих самарцев и о том, чем живет Самара сегодня. Это, уверены, городские власти поможет сформировать у молодежи активную гражданскую позицию и привлечь ребят к участию в общественной жизни. Такие встречи однозначно востребованы. И они, возможно, востребованы и на, в первую очередь, администрации района и совету депутата, чтобы видеть вот этих замечательных ребят и видеть, что вот это и есть будущее, да, и что есть на кого опереться, есть у кого подпитаться идеями. Мы сегодня говорили о развитии местного самоуправления. Мы сегодня говорили о благоустройстве, о туризме, о тех местах, которые нам нужно еще немножко благоустроить и что-то сделать. И вот этот огромный интерес молодежи, горящие глаза, это дорогого стоит. Встречаться со старшеклассниками городские и районные власти и депутаты райсоветов планируют и дальше. Классные часы в рамках проекта «О тебе, моя Самара» пройдут во всех районах города. Алина Чемерис, Станислав Левин, События. А теперь пришло время новостей спорта. И я передаю слово Сергею Кизоркину. Здравствуйте, я Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Юные борцы привезли шесть медалей со всероссийского турнира. Самарская тэквондистка первая в стране. Будущие самарские юристы выясняли отношения на боксерском ринге. Приз – участие в межвузовском областном чемпионате. Чемпионат по буксу Самарского юридического института разыграл между курсантами путевки на межвузовские областные соревнования. Турнир пройдет в мае. Два последних года сборная юристов на этом дерби занимает третье место. Второй – строители, лидер политех. На отборочном этапе на ринге сражались 60 курсантов. Иногда такое количество спортсменов собирает чемпионат Самары. Когда два человека выходят в ринг, это два гладиатора, и если одного заставили, то он будет, чтобы быстрее закончилось, убежать, упасть, все что угодно. А тут выходили бойцы, ну вот если посмотреть по боям, там действительно парни вот бились. Зал был полный, полный институт. Когда там так, в общем-то, болели, ну, кричали, что гонга слышно не было, били в гонг там раз по пять, и уже в голос кричали судье, что все-все время. Соперники были достойные, показали характер и волю к победе, но мой характер оказался чуть посильнее. Первый бой закончился решением судей единогласным, а второй бой финальный закончился технической победой. В Елабуге, Татарстан, Самарская тэквондистка выиграла первенство России весовой категории до 73 килограммов. Юлия Туртина в финале одержала уверенную победу над Софией Матузской 11-3, на третьем месте москвичка Алина Икаева. Эта победа позволила армейской спортсменке выступить на первенстве Европы. Соревнования пройдут в Грозном в конце июля. Отличились на ковре борцы по греко-римской дисциплине в Кирове. Они завоевали шесть медалей на всероссийском турнире. Бронза, Ульва Никольского, Кирилла Текутьева и Николая Собянина. Серебро выиграл Виталий Кулезнев. Чемпионы Павел Белкин и Максим Скуратов. Это были новости спорта от Сергея Кезоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, скачивайте приложение, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Все вам доброго и удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова